Добрый вечер, программа «После новостей» в студии Алексея Клешко. Сегодня будем говорить о бизнесе, и эта передача будет таким барометром. Мы увидим, что измеряет государство для показателей бизнеса, и как при этом чувствуют себя сами предприниматели. Мы пригласили руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по краю Сергея Михайловича Кладникова. А сторону бизнеса в программе нашей будет представлять Андрей Иванович Балсуновский, предприниматель, член общественной палаты города Красноярска. Всем добрый вечер. Итак, идет перепись бизнеса. Да, перепись бизнеса в процессе. Можно сказать, что это второй этап новейшей истории России. Первый такой основательный срез мы производили в 2011 году. По итогам за 2010 год аналогичная перепись проводилась в соответствии с 209 законом, который в свою очередь предполагает проведение такого мероприятия один раз в пять лет на системной основе, так как это делается за рубежом. Вот уже пять лет прошло, межпереписной период мы ежегодно проводим на выборочной основе, но вот в этом году проводим в сплошном формате. То есть перепись уже в стадии сбора информации, можно сказать. Мы сегодня понимаем, что для бизнеса самого перепись-то вроде как бесплатная. Абсолютно бесплатная. А что получает государство от этой переписи? Государство получает информацию. С одной стороны, можно дать определенную оценку, поскольку уже перепись такая проводилась, а что за этот период сделано? Проанализировать эту информацию. И какие-то оперативные эти оценки, наверное, есть. Это, скорее всего, вопрос к тем органам, которые принимают управленческие решения на основании той информации, которую мы собираем. Но по своим ощущениям, по количеству тех запросов, которые поступают в нашу службу, можно сказать, что информация действительно интересна. И она, собственно, и легла в основу разработки стратегии поддержки предпринимательства, которая на федеральном уровне разрабатывалась до 2030 года. Сегодня идет процесс сбора информации. От бизнеса до 1 апреля он должен завершиться. Давайте уточним. Все бизнесмены обязаны предоставить информацию? Все бизнесмены в соответствии с законом обязаны. Закон 282 – это тот закон об официальном статистическом учете, который обязывает и юридические лица, и индивидуальные предприниматели, которые ведут хозяйственную деятельность, безвозмездно представлять информацию в органы государственной статистики. Если они не представляют, то… Если они не представляют, есть определенные санкции в отношении этих субъектов, которые нарушают отчетную дисциплину в виде штрафа. Андрей Вячеславович, скажите, а бизнесу есть что скрывать во время переписи? Вы знаете, я считаю, что в сегодняшней ситуации у нас бизнес очень находится в тени на самом деле. Поэтому просто вопрос, что с этой информацией собираются делать? У меня это своеобразное к этому моменту отношение. Так? Конспирологическое? А ну, знаете, я, например, как честный предприниматель, я не понимаю, почему государство никак не среагировало в 2014 году на уход такого количества предпринимателей в тень. Помните, да, изменились ставки социальных отчислений, и было там очень серьезное снижение вот этого количества предпринимателей, которые вроде как закрывались. На самом деле ничего подобного, да, они на самом деле только юридически закрывались и продолжали работать. Мы вот много очень мониторили ситуаций, про кого знали, кто закрылся, ни черта не закрылся на самом деле. В лучшем случае они слились в определенной степени, да, в большинстве своем просто ушли в тень. И вот эта вот перепись, про которую говорят, эта перепись, я считаю ее профанацией, потому что это то же самое, что сельхозперепись произвести, да, в том ключе, в котором сегодня ее планируют. Я там два раза участвовал в каких-то мероприятиях и реально понимаю, что она тоже не отразит никакой сущности. То есть получим мы в конце концов тому, кому интересно, получат информацию, которую сегодня готовы предоставить территориальные чиновники. Ничего другого не получится. Та же самая ситуация вот с этой вот переписью, да. У нас, если договорить, там, сейчас я сталкивался с ситуацией, если договорить по городу Красноярску, у нас с вами здесь незаконного бизнеса, я считаю, процентов уже 30. На самом деле это торговые точки, которые мы никак не можем вести там никакую там... Подождите, а как же вот это вот заплати налоги и спи спокойно? То есть люди хотят не спать спокойно? Вы знаете, их никто не спрашивает. Сегодня у нас налоговые проблемы возникают у честных налогоплательщиков, потому что их проще камералить, проверять и так далее. Извините меня, когда торговые точки стоят во дворах по 20 лет, и там нет даже сегодня, не существует предпринимателя, то есть индивидуального, на которого торговая точка зарегистрирована, а это у нас половина павильона. То есть она сама по себе стоит? Она стоит сама по себе, она вроде, и она сама по себе стоит, она работает, она имеет поставщиков, да, значит, если там в нем не торгуют спиртными напитками, это вообще такое ощущение, что никем не контролируется. Я слушаю сейчас Андрея Ивановича и понимаю для себя, что больше всех заинтересованных в борьбе с нелегальным бизнесом легальный бизнес. Наверное, да. Я на самом деле этого не скрываю особо. Потому что, получается, становится просто обидно нормальному предпринимателю, да. Почему я, собственно говоря, должен нести на себе социальные какие-то моменты, да. Почему я должен платить налоги в то же время, когда в одном и том же дворе на улице Алексеева из пяти павильонов один работает легально. Хочу спросить, Сергей Михайлович, а вы-то вот в рамках переписи вот этот нелегальный теневой бизнес выявите? Нет, это абсолютно не является целью ни переписи бизнеса, ни сельхозпереписи. Вот эти мероприятия проводятся с учетом других целей. Формирование официально статистической информации. Заказчиком выступает государство, правительство Российской Федерации в соответствии с производственным федеральным планом. Вот с той периодичностью, о которой я уже упоминал, в соответствии с международными стандартами. Вот этот сектор, его сложно оценить. И не в рамках этих мероприятий, но оценивается. Наверное, какие-то косвенные показатели будут ссылаться на конечные результаты, какая-то косвенная неофициальная оценка может прослеживаться. Вот даже по количественным показателям, сколько у нас зарегистрировано и сколько на самом деле осуществляют деятельность, там большая разница. Скажите, какие интересные факты выявляются в ходе переписи? А, ну, фактов. В ходе переписи это текущая работа, это полевой уровень по сбору информации. Факты выявляются в анализе уже, когда будут итоги, которые на сегодняшний момент уже есть чем сопоставлять с теми итогами, которые были опубликованы пять лет назад. Ну, например. Которые уточняют информацию, но, во-первых, та динамика, которую мы на этом периоде можем отслеживать по официальной статистике, она коррелируется с теми экономическими процессами, которые происходят. Вот до 11-го, 12-го как бы тут не оппонировали на эту тему, но бизнес шел в высоту, динамика показателей по общей совокупной выручке двигалась. Затем пошел спать, но чем это объясняется, если анализировать причины, но ситуация у нас достаточно нестабильная. Мы сейчас говорим о инвестициях в основной капитал в размере 4,5% от этого сегмента экономики, именно малого и среднего бизнеса. Вот цифры достаточно мизерные. И в целом вклад в ОРП составляет 16%. По России 21% это сопоставимо, но если сопоставлять за границей, там в разы больше. Вот, естественно, низкое финансовое положение, низкая ликвидность. Если говорить про платежеспособность, она действительно у этого сектора низкая. На 1 рубль в собственных средств приходится 3 рубля заемных. И о каких инвестициях, если даже они и есть в определенных субъектах, то стратегически их вкладывать сейчас рискованно. Не та, наверное, ситуация экономическая. Что совпадает мнение бизнеса с оценкой, которая получается у статистиков? Вы знаете, вот у меня очередной вопрос, очередное такое умозаключение складывается. Очередная перепись, очередной проект, по которому существует какой-то заказчик, у которого нет никакой определенной цели на самом деле, потому что я не понимаю, почему это неинтересно законодателю. Я сейчас, столкнувшись с этими ситуациями по этому нелегальному бизнесу, его очень много вообще. Просто мне кажется, что кому-то удобно это не замечать. Мы сегодня видим, нам сегодня не нужны деньги в бюджет. И вот такая перепись, это единственное, что теоретически могла выявить весь этот теневой мелкий бизнес, бизнес ушедший. Потому что это реальная полевая работа. Вот мы же ходим, извините, по квартирам, когда существует обычная перепись, вот это население. И таким образом должна была страна быть обследована в плане бизнеса. И я вас уверяю, что если бы кто-то обработал эту информацию, ее довел до сведения некоторых руководителей муниципалитетов, которым, видимо, не очень важно, собственно говоря, каким образом наполнить собственный бюджет, важно получить из вышестоящего органа какие-то преференции финансирования. Тогда это было бы интересно, наверное, бизнесу. Даже и бизнесу, понимаете? Потому что если бы, если сегодня наполняется бюджет муниципалитета, бизнесу, наверное, все-таки жить от этого становится легче, на самом деле. Что бы там ни говорили, да, потому что денег просто становится больше. И не надо сегодня и так. Причем на самое насущное, на след, на благоустройство. То есть то, что как раз важно. Это именно, это элементарно. Это вот эти вот мелочи, которые именно важны сегодня, сегодня важны населению. Мы же, у нас, мы опять, это опять очередной глобальный проект, который непонятно, зачем нужен налогоплательщику. На деньги налогоплательщиков. Сложная вот такая экономическая ситуация. Я не понимаю. Давайте попытаемся все-таки какую-то вывести пользу из всего нашего. Главное, пользу из переписи. Ведь им пойдут инвестиции. От переписи. Сергей Михайлович, вот как вам кажется, какие вот на основании этих данных, которые собираете вы в государственной службе статистики, могли бы быть приняты решения? Ну вот так вот, просто как экспертно, как человеку, погрузившемуся в проблему, это же видно. Да, решения могли бы быть приняты, и они, собственно, принимаются. По тем стратегическим позициям, да, это немного абстрактные формулировки, и здесь сложно увидеть конкретику. Вот я говорил, что официально теневой сектор не отслеживается, что не является, собственно, целью, но косвенно эти какие-то выводы можно будет сделать. Вот, что если говорить об официальных цифрах, то как раз вот сплошной формат, который проводится один раз в пять лет, предоставляет ту детализированную информацию именно по муниципальным образованиям. Вот главы для принятия на местном уровне своих решений в отношении развития бизнеса, они сложно ориентируются в те периоды, когда на выборочной основе. Там информации по муниципальным нет, а по стране в целом и по регионам, по субъектам. И вот только раз в пять лет они получают, они видят картину развития бизнеса у себя на территории. А вот ваше взаимодействие показывает, многие ли главы муниципальных образований видят свою прямую зависимость от уровня развития бизнеса и состояния бюджета. Мне кажется, что Андрей Вячеславович в чем-то прав, в том смысле, что просить проще, чем работать. В чем-то прав, безусловно. И глава – это выборная должность на определенный срок. И даже если коррелировать с периодичностью проведения переписи, кто-то может в этот период не попасть. И какие-то стратегии долгосрочные, те же инвестиции, вложения на развитие, их сложно закладывать и пользоваться той информацией, которая раз в пять лет получается. Но есть такие территории, которые очень ожидаемы. Вот эта информация, они прямо… Ну, например, кто у нас в крае такой? Ну, я неуполномочен говорить по конкретным субъектам и преспондентам. Тем более, так публично достаточно. Хорошо. Это не есть. Есть. Но закон предполагает формирование официальной информации. Здесь по определению мы даже не можем косвенно определить в отношении субъектов. Это как раз об обеспечении конфиденциальности, которых многих волнует, так же, как и фискальные цели. А я, кстати, хочу спросить. Вы налоговой передадите всю свою информацию? Обязательно. По каждому предприятию, которое опрашивает? Да, шучу. Официальная информация является агрегированной статистической информацией. То есть люди увидят цифры? Они увидят цифры, обобщающие цифры по видам деятельности, по муниципальным образованиям в целом. Вот для чего нам информацию собирать, публиковать в разрезе каждого предприятия? Для управления, управленческие решения на муниципальном уровне, да, она важна. Но закон это не предполагает. Она у нас завершается на этапе ввода и обработки. Вот мы получили анкеты от предпринимателей, а когда их вводим, мы их обезличиваем. Мы их исключаем, отрываем талончики, где персонифицирована информация, там фамилия, адреса и прочее, и уничтожаем. Информация в обработку идет уже в агрегированном виде. И формируется информация. Андрей Иванович, а вы считаете, какие шаги должны предпринять власть, чтобы помочь малому и среднему бизнесу? Власть, не надо сегодня малому и среднему бизнесу помогать. Пусть хотя бы уже, сейчас не та ситуация в стране, пусть хотя бы не мешают на данном этапе, потому что малый и средний бизнес, он потихонечку, это же не глобальный бизнес, который существует сегодня у нас, например, глобальный сельхозбизнес, который сегодня существует за счет преференции государства. Малый бизнес, он как-нибудь потопчется и вылезет из всех этих самых, если мы не будем вот так вот огульно принимать какие-нибудь непопулярные решения, вроде сноса 5000 торговых точек, понимаете, в то время, когда люди работу теряют, в этом случае по 30 тысяч человек, да, вот, пусть не мешают, года 2-3, и все будет хорошо. Я, честно говоря, регулярно слышу этот такой уникальный рецепт, который на самом деле, с моей точки зрения, рецептом не является. Нам говорят, не мешайте, и все будет хорошо, а потом тот же Андрей Иванович в нашей же студии спрашивает, почему никто не борется с нелегальным бизнесом. Это две стороны одной и той же медали. Мы благодарим наших гостей. И Сергей Михайлович Окладников говорил о том, что идет перепись бизнеса, о том, что бизнес обязан предоставить информацию. Уважаемые бизнесмены, не играйте с огнем, лучше вовремя предоставить всю информацию. Но в чем вот мы согласны с Андреем Ивановичем Болсановским, который представлял интересы бизнеса, в нашей студии сегодня, что, конечно, надо постараться, чтобы те, кто отвечает за экономическую политику на уровне страны и края города, должны правильно использовать полученную статистикой информацию. Таким образом, чтобы создавать условия для развития бизнеса. Мы не можем жить и ориентироваться исключительно на сырьевые и крупные ФПГ, тем более, как недавно у нас на сессии назвал Олег Анатольевич Пащенков, дал перенувый вариант расшифровки, финансово-пагубные группы. До встречи в программе «После новостей». Продолжение следует...